Расширили парковку, вот она стала теперь на 120 мест практически, сделано благоустройство. Здесь посажена трансформатор подстанции, вот это место предусмотрено уже для строительства инвестиционного объекта. Там сейчас ведет разработка проекта с методом документации. Интерес Череповцу, он не сегодняшний. Череповец уже участвует в федеральной целевой программе, то есть в свое время еще был определен координационным советом по управлению федеральной целевой программой 11-18 годы. Как один из интересных объектов для туристического показа с точки зрения развития туризма. Необходимо отметить, что мы подходим к завершению программы 11-18 года. И вот сегодняшняя цель поездки, она в общем-то подведение итогов. По итогам реализации, или как Череповец, как Вологодская область в целом реализует программу 11-18. Ну и вторая цель изучения перспектив, в настоящее время перспектив развития туризма в Череповце, Вологодской области, с точки зрения реализации, или там создания новой федеральной целевой программы 19-25. Впереди 6 лет, 2 бюджетных цикла, и надо отобрать наиболее интересные, значимые инвестиционные проекты, которые могли бы в целом влиять на развитие туризма в Российской Федерации. В 2017 году мы вошли в федеральную целевую программу развития внутреннего въездного туризма. И за два года нам предстояло начать делать инфраструктуру развития набережной. Под набережной мы понимаем два элемента. Это набережная со стороны индустриальной части города, и набережная со стороны Зашкнинского микрорайона, усадьба Гольских. И вот эти два кластера мы и обеспечивали инфраструктурой. На сегодняшний день выполнены работы на части улицы набережной. Это и пешеходная часть, и транспортная составляющая. Обеспечивающая инфраструктура энергетическая заведена, близлежащие улицы отремонтированы, парковочное пространство создано. И мы подходим ко второму этапу. Набережной мы в этом году, в 2018-м, дойдем до улицы Университетской и обеспечим инфраструктуру на том участке. То есть это будет трехполосная дорога, это будет большое парковочное пространство как для автобусов, так и для легковых автомобилей. И реализация внебюджетных инвестиций, частных инвестиционных проектов – это вторая составляющая этого федерального проекта. То есть на часть федерального и регионального софинансирования идет софинансирование частных инвесторов. Все проекты идут, часть проектов завершена, часть проектов в начальной стадии. Для нас эти показатели очень важны для исполнения, но понимаем, что с таким комплексным подходом к развитию набережной интерес инвесторов к созданию объектов общественного питания, культурного назначения, спортивной, развлекательной инфраструктуры очень большой. И на самом деле сегодня мы уже ведем разговор о приходе инвесторов, которые привнесут в город миллиарды рублей инвестиций. Ну и, конечно, задача усадьбу Гольских – привести в порядок, провести работы в рамках федеральной программы по берегу укреплению и создать транспортную и пешеходную инфраструктуру. Тогда эта территория совершенно иначе будет работать на крупный и очень молодой микрорайон, Зашекснинский микрорайон. Людям здесь должно быть интересно и комфортно. У нас вообще страна уникальная, очень много везде туристических объектов. Череповец – не исключение. Естественно, есть и большое культурное наследие. Мы еще не посмотрели, конечно, промышленные предприятия. Это такое, как одно из таких современных видов новых туризмов, как промышленный туризм. Хотя, в общем-то, в советские времена, я знаю, что при каждом предприятии был свой музей, была достаточно серьезная экскурсионка. Но сегодня мы тоже поизучали возможности дальнейшего развития. Ну, во-первых, и Череповец, и Вологда являются объектами, входящими в такой межрегиональный проект, как «Серебряное ожерелье». Это проект, который объединяет фактически все субъекты северо-запада. Это не просто какой-то там кольцевой маршрут, это скорее такой лучевой маршрут с различными точками убытия-прибытия. Ну, вот и Вологда, и Череповец, конечно, как точки развития культурно-познавательного туризма очень интересны и очень перспективны. Но и с точки зрения нового направления, нам, на наш взгляд, будет очень интересно все-таки создать ту инфраструктуру, которая бы способствовала развитию круизного туризма, тем более для Череповца, который стоит на реках, у которых прекрасная речная полоса, которая может использоваться для развития круизного туризма. Я думаю, что все условия для этого созданы, ну, или создаться, могут создаться, поэтому надо работать, надо работать. Я думаю, результат будет хороший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин